здравствуйте дорогая церковь доброе утро утренняя горница добрый день братья и сестры пусть бог благословит каждого из вас в этом дне хочу сказать спасибо вам огромное и поблагодарить бога за каждого из вас кто молится кто верно стоит кто прикладывает свое сердце на самом деле сейчас наступили времена непростые времена тяжелые времена тяжкие и в это тяжелое время наша задача как каждого верующего на данный момент это прежде всего молиться и я благодарна за каждого кто с первого дня этого непростого времени нашего непростого времени он не ослабевает и молится и благодарит бога и стоит и ходатайствует за нашу церковь за наших пастырей за нашу страну за каждого из нас в церкви за нашу армию за наших ребят которые тоже сражаются и обороняют нашу страну благодарю бога и слово божье говорит это галатам 5 главам зла страждет ли кто из вас тот пусть молится на самом деле сейчас время то такое когда иногда мы ощущаем что мы беспомощные что мы ничего сейчас на данный момент сделать не можем или когда мы ощущаем что наши руки они опускаются и иногда не хочется молиться иногда приходит апатия иногда приходит уныние и не можешь поднять свой взор к небу но я хочу ободрить каждого потом и ободрить также сама себя потому что я также сама это переживаю чтобы мы не ослабевали чтобы в этих страданиях которые мы сейчас переносим мы все равно завирали на господа и уповали на него чтобы мы выхода тайствовали чтобы мы верили и верой получали на самом деле то о чем молимся потому что если вспомнить книгу евреям когда говорилось то что верой многие много получили обетование веры много увидели чудес и давайте мы будем в своем сердце сохранять эту веру и с верой будем молиться друг за друга поддерживать друг друга в этой молитве потому что за все это время я вижу очень много чудес очень много божьих ответов сколько мы молились за разные нужды за разные города за разные области бог приносил на самом деле чудеса бог спасал людей бог выводил открывали эти коридоры для того чтобы людей могли вывести бог спасал на самом деле вижу даже в том чудо то что те ракеты которые отправлялись они не взрывались они попадали в дома они не взрывались они прилетали в поля и бог этим также хранил людей и хранит когда бог спасал детей когда бог спасал наших родных и близких когда бог хранит каждый день нас и я вижу эту божью заботу нашей церкви о каждом человеке с нашей церкви насколько бог заботится и благословляет каждого никто не голоден никто не страдает на самом деле ну достаточно сильно и у каждого есть покров у каждого есть дом у каждого из места жительства на данный момент у каждого из пища и каждый на самом деле видят эту божью заботу в жизни поэтому я благодарю бога за его заботу о нас в это время что он на самом деле не оставил не покинул я благодарю бога за нашу церковь я благодарю бога за нашего пастыря который дает слова и делится словом пастыря владимира пастыря алексея каждого кто участвует в горницах и поддерживает этим словом нас потому что на самом деле это большое благословение, этот хлеб с небес, который вселяет в сердце надежду, вселяет веру, вселяет и укрепляет каждого из нас. Поэтому я благодарна Господу за то, что мы идём за Ним, Он с нами, Он хранит и бережёт нас. И Римлянам 12 глава, 11 стих говорит, что «в усердии не ослабевайте, Духом пламенейте и Господу служите». И я хочу пожелать каждому из нас, каждому из нас, чтобы мы в усердии для Господа, в усердии в молитве не ослабевали, чтобы мы Духом пламенели. Для этого мы будем приходить к Господу в молитвы, для этого мы будем получать от Него силу, потому что своих сил недостаточно. И когда они заканчиваются, мы должны идти к Богу и получать от Него подкрепление, для того, чтобы поднимать свой взор к Нему, для того, чтобы ходатайствовать, для того, чтобы молиться, нам нужна помощь от Него. И Господу служить на том месте, на которое Бог сейчас нам доверил. И поверьте, на самом деле мы Господу можем служить. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, пусть Бог благословит наши дома и семьи, нашу страну, пусть Бог благословит нашу Церковь. Божьего благословения Вам и хорошего дня! Продолжение следует...